Сейчас внимание тех, кто интересуется спортом, приковано к Японии. Там проходят летние Олимпийские игры. В программу Олимпиады входят 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин. На играх разыгрывается 339 комплектов медалей, на 33 больше, чем на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса и проходят с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций ВАДА выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения используются фрагменты с первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Золото нашей команде принесли Соблиска София Познякова, гимнасты Артур Далалаян, Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Облязин. По итогам командного многоборья тэквондист Максим Хромцов до 80 кг, Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, Евгений Рылов в плавании на дистанции 100 метров на спине, гимнастки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. По итогам командного многоборья тэквондист Владислав Ларинс выше 80 кг. И вчера золотую медаль в командных соревнованиях завоевали раперистки Лариса Коробейникова, Инна Дереглазова и Аделина Загидулина, а также Марта Мартьянова. Кстати, Евгений Рылов выступал за Хабаровский край. Кто из наших земляков еще на Олимпиаде узнаем у нашего гостя в студии Сергей Голицын, ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры. Доброе утро, Сергей Викторович. Сергей Викторович, нас, так как дальневосточников, особенно жителей Хабаровского края, интересует, вот как много наших земляков вообще сейчас в Токио находится на Олимпийских играх? Есть ли они там? Да, если брать Хабаровский край, то это Андрей Замковой и сегодня состоится 1-4 финала. И что такое для нас бокс и Андрей Замковой, мы помним его на двух Олимпиадах, одна успешная, одна не очень. И сегодня, если он выиграет, он выходит в полуфинал, а это уже точно медаль. А он сегодня выиграет? А, сегодня точно он выиграет. Вы сказали о Евгении Рылове, но это косвенно, так скажем, наш спортсмен Хабаровского края, он давал двойной зачет Московской области, Хабаровский край, а сейчас он только дает зачет Московской области, он дает зачет России, это первое золото в целом. Ну вообще в целом, если брать плавание, мы уже огромное количество, мы очень много лет не видели вообще медали, я не знаю, по-моему, со времен Попова их, наверное, не было. Статистика такова, что с 96-го года золота мы не видели, все рядом, рядом где-то были, но никак, это действительно исторический прорыв. Но еще хотел упомянуть тренера, хабаровчанина тренера, который вывел наших стрелков пару на бронзовые медали. Сергей Круглов, участник Олимпиады в Пекине, ну по крайней мере я официально нигде не вижу, но когда был репортаж, Сережа сидел за нашими спортсменами и подсказывал. Значит, официальный тренер. Ну понятно, что сейчас большие надежды мы возлагаем на Андрея Замкового. Чего еще ждем, каких успехов от Олимпиады? Ну сейчас на Олимпиаде начнется наша борьба. Я имею в виду дзюдо, это если она японская борьба, выигрывали не мы, хотя Мадина Таймазова показала такой уровень, такую силу воли, что можно дальше уже никому не выступать и дать ей героя России. Она героически вообще... Да это потрясающее выступление, это потрясающий дух. И я думаю, что сейчас присоединится борьба, ну а в концовке мы ждем еще 4 золотых медали, я надеюсь, синхронное плавание 2 и художественная гимнастика 2. Традиционная. Жаль, в легкой атлетике всего допустили 10 спортсменов, но если мы там добудем 2 золотых медали, я думаю, это будет вызов для всех тех, кто сократил нашу команду до 10 человек. Будем, конечно, надеяться, что так и случится. Про подготовку вот в нашем крае, насколько вообще серьезная олимпийская школа, ну если спорт брать в целом, да, и если уж начинать делить, то где, в каком направлении у нас все-таки самые, наверное, такие серьезные успехи? Две олимпиады показали, на каком уровне спорт высших достижений и какие базы у нас есть. Это олимпиада в Корее была в 2018 году и сейчас олимпиада в Токио. У нас останавливались сборные команды страны, не так много, к сожалению, но тем не менее. База у нас оптимальная и сейчас как раз будет предприниматься все для того, чтобы усовершенствовать базу в дальнейшем, для того, чтобы чемпионаты мира, другие первенства нашего региона, Азиатско-Тихоокеанского, проводились именно, подготовка проводилась именно в Хабаровске. А вот как раз-таки те игры в Токио, которые сейчас проходят, они на этапе подготовки, насколько сильно помогли провести ревизию спортивных объектов нашего края и что-то построить новое? Все объекты, Приморье, Сахалина, Хабаровского края объехал министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцын. И посмотрел воочию и разговаривал здесь с правительством края. Мне довелось поучаствовать в беседе и мы ожидаем, так скажем, развития плавания, а именно 50-метрового бассейна и другой инфраструктуры, которая будет как раз являться базой подскока для сборной команды страны. А вот новые виды спорта, которые активно развиваются и сейчас включены в программу Олимпийских игр, они у нас как-то будут развиваться? Скейтбординг, например? У нас уже все развивается. Скейтбординг не могу сказать. Это такой молодой вид спорта и выиграл кто? Девочка. 13 лет Япония. А что касается баскетбола 3 на 3, вы результаты видите, извините, на табло. То есть две серебряных медали сходу. Хотя в настоящем баскетболе традиционном 5 на 5 наши команды даже не отобрались на Олимпиаду. Ни женская, ни мужская. А 3 на 3 у нас был в Хабаровской чемпионат России. И жаль, что сборная не остановилась на адаптацию. И ребята потом говорили, в интервью я смотрел, что вот мы не вошли в игру и две игры сразу проиграли. Да, было буквально чемпионат. А были бы в Хабаровске, не во Владивостоке, они бы получили ту акклиматизацию, которая необходима в Токио. Мы один в один с Токио. Ну а скейтборд, если говорить о нем, все равно понятно, очень сильно молодой вид спорта, хотя весь мир уже давно катается. Нужна ли какая-то серьезная для него база? Насколько сложно ее построить? Ну тем более, Хабаровск очень солнечный город, катайся не хочу целым днем, весь год там. Не сложно, надо просто поставить цель и этим заниматься. Но вот у нас, можно сказать, что на этой Олимпиаде какие-то, давайте выделим виды спорта, где у нас либо давно не было медалей, либо они вообще впервые были заработаны и сейчас являются особым предметом для гордости. Академическая гребля вчера состоялась, серебро. Возрождается гимнастика. Вспоминайте, мы раньше никому вообще не проигрывали, только с румынами борьба была, да, я имею в виду женскую гимнастику. И потом провалы, провалы, мы выходили даже наши гимнасты по уровню сложности, они не выполняли то, что выполнял весь мир, лидеры. Сейчас мы сравнялись и вы видите, опережаем. Я думаю, третьи места в индивидуальном многоборье, это уже немножечко все поняли, что что-то натворили, дали россиянам два золота в командном. А еще ребята шли неплохо, Никита Нагорных и вот наша девочка шла, но завоевали бронзу. Возрождается плавание, пока мы с легкоатлетикой то, что имеем, я думаю, через цикл и легкоатлеты пойдут очень хорошо. Но обратите внимание на тэквондо. Сейчас, я думаю, у нас запишутся, у нас регион дальневосточный и много ребят занимается тэквондо. Я, честно говоря, давно не послышал, что там в списке на Олимпиаде каких-либо медалей тэквондо проскакивали. Две золотых, серебряная и бронзовая. Это выдающийся результат для сборной. И я думаю, что сейчас надо нашим тренерам быть готовым, что ребята пойдут записываться в секции тэквондо. Наш край все равно очень спортивный и приятно, что есть и наши на Олимпиаде, и вообще за страну гордость берет, когда видишь такие результаты. Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Голицын, ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры.